Дорогие друзья, приветствуем вас, рады вас видеть. Сегодня знаменательный день, 7 ноября, если вы помните свою историю, то это был мой самый торжественный день во времена Советского Союза. Поэтому, наверное, мы здесь, так сам Павел, но, наверное, мы здесь не случайно. Поэтому вопрос, вот, ну, я постараюсь к тому достижениям, которые у нас были в нашей великой Родине, и поздравляю вас с этим праздником, отдавая честь всему тому хорошему, что когда-то существовало в то время. И тема нашего сегодня разговора, да, хочу представить, значит, Елена Вадимовна Дубровская, режиссер, сценарист, автор проекта «Киноркшел в России», международного проекта «О будущем». И я, Виктор Меркулов, другой из проектов. Вот, что я хотел бы вам сегодня сказать. У нас сегодня пройдет показ фильма, и мы представим обсуждение. Мы хотим бы поговорить с вами сегодня о том, какую среду мы с вами сегодня будем создавать. Потому что у нас страна очень быстро меняется, меняется время, меняется время во всем, во всем мире. И в этом мире мы, единицы, занимаем очень существенную роль. Вот, это займет буквально, сейчас я предлагаю вам минут 10 сказать, представиться, мы выскажем пару слов своего видения, потом вы просмотритесь с вами фильм, а потом вы у нас будете задавать вопросы, которые у вас будут возникать. Наверное, так, да, Елена? Итак, ну что, скажите еще пару слов. Ну, просто, здравствуйте, очень приятно здесь находиться. Вообще, всегда приятно, когда аудитория маленькая, видишь глаза людей, и можно будет просто пообщаться, и уверена, что будет о чем поговорить после фильма. Но мне так кажется, надо сначала посмотреть фильм, а потом разговаривать. Ну, давайте не будем менять уже создавшийся план у нас, который образовался. Смысл, коллеги, смысл в том, если среди вас люди творческие, если есть, вот поднимите руку, пожалуйста. Приятно, люди творческих много. А если те, у кого есть профессии творчества, культуры, скажем, профессии культуры, вот, прекрасно. Мы сегодня обнаружили, что оказывается для людей профессии, в рамках культуры, в различных направлениях, для них практически не создано механизмов обновления. То есть, они не могут поставить по своим задачам, по своим решениям, например, те же спектакли, в учреждении культуры, надо же плоды иметь. Или устраивать гастроли, по своим произведениям. Каким образом отличить сегодня полезное искусство от неполезного искусства? Искусство, которое необходимо сегодня для общества, и искусство, которое вредно. Этого регулятора сегодня нет. И почему его нет? Потому что мы сегодня не понимаем, как отличить полезную и неполезную. Кто это может сказать? Это достаточно сложно. В случае нашего проекта, мы снимаем все, в рамках кинематографа, мы снимаем фильмы, направленные на восхваление качеств. И у нас создана таблица из 99 качеств. И вот в рамках этой таблицы мы создаем художественные произведения, фильмы конкретно, кинематографии, которые раскрывают эти качества через художественную форму. Я не буду рассказывать вам про сам проект, а просто расскажу этот механизм. И мы предлагаем сегодня различным произведениям, различных направлениях искусства, театр, например, или там живопись и так далее, выстроить механизмы, которые бы могли выявлять талантливые произведения, эти произведения, и давать этим произведениям, и этим авторам, этих произведениям, давать им площадки. Каким образом? Вот у нас есть с вами, например, если мы предполагаем, в регионе, скажем, кинематографисты, которые снимают фильмы, давайте сделаем конкурс, кинофестиваль, и на произведение, на те качества, которые у нас есть по таблице, которые сегодня вся страна, практически огромная часть страны сегодня воспитывается. Это честность, смелость, мужество, милосердие и так далее, и так далее. Всего 99 таких качеств выписали в таблице. Это все эти качества, которые мы сегодня знаем с вами, которые мы переживаем, в которых мы взаимодействуем. Вот на эти произведения давайте создавать произведения искусств. А конкурсы, на которые будут эти произведения участвовать, в них будут образовываться лауреаты. Эти лауреаты будут получать квоты по учреждениям культуры на уровне муниципальных образований, то есть регионов, и гастрольные туры в этих регионах. Победители, а в каждом фестивале одного субъекта федерации, может быть только один победитель, будут представлять свой регион на федеральном уровне. И уже на федеральном уровне представленные произведения искусств, также будут отбираться, также будут какие-то лауреаты создаваться. Лауреаты будут получать квоты на постановке своих произведений в федеральном уровне учреждения культуры, и гастрольные поездки... Сейчас, сейчас. И гастрольные поездки, соответственно, по регионам Российской Федерации. И уже федерация, Российская Федерация, в тех направлениях искусства и культуры, кто прошел отборочный тур, один победитель от одного какого-то направления искусства, представляет страну на уже фестивале БРИКС, где вот таким же образом и каждая страна в странах БРИКС, а вы знаете, там и БРИКС, и БРИКС плюс плюс, и БРИКС плюс это большое количество, нескольких десятков стран. Если мы все сделаем международный фестиваль, который будет раскрывать человеческие качества, и обмениваться друг с другом, каждая страна по этим качествам, те же гастроли, те же поездки, те же прокаты, то мы получим с вами очень быстро насыщение созидательной среды, которая резко будет формировать наше внутреннее состояние. Это сильный регулятор. Потому что, как вы знаете, если вы оказываетесь, например, в горах, у вас одно строение, в темной комнате, например, другое и так далее, в комнате ужаса, третье, это человеку очень трудно против среды сопротивляться. А то, что в человеке есть созидательное, оно само по себе уже и так плют в жизни, который так пьет. Ему надо помочь сегодня создать произведения искусств, быстро их наполнить, которые бы нас сегодня побуждали к высоким идеалам этих личных и общественных интересов и к реализации этих идеалов на практике. Вот такие произведения искусств можно быстро достаточно наполнить и теми качествами, которые в каждом культурном аспекте, в каждом подчеркивают. Они, в принципе, все одинаковые. Честность, она для всех одинаковая. Но культурный аспект везде разный, в каждой стране. Поэтому мы могли бы сегодня этот вопрос поднять. Мы вас позвали для того, чтобы этот вопрос просто обсудить, в ряде просто общения, разговора. Вот, и, наверное, не давать. Наполнить себе, пожалуйста. Я хотела сказать о том, что вот то, что говорит Александр Александрович, почему это актуально, насколько это сегодня актуально. Вот смотрите, все время говорят, искусство воспитывает или не воспитывает, искусство формирует или не формирует, влияет или не влияет. Но если вы читали, есть даже большая работа по поводу того, что война между севером и югом в Америке была в большей части спровоцирована книгой «Хижина дяди Тома». А отмена хлебостного права – это Мулу Тургенева. Понимаете? И что было бы у нас вообще? Великая всяческая революция, если уж мы вспомнили. Что было бы, если бы не было Маяковского, Блокосова-12? Поэтому, когда мы говорим про искусство, всегда мы должны помнить, что искусство, оно не просто формирует, это огромная двигательная сила. И то, что привлекательность зла в медиапространстве была выстроена очень долгими годами, и как это быстренько поменяет привлекательность добра, то вот тут начинаются такие большие сложности. А зачем? А вы опять хотите идеологию? А где добро? А кто решает, что нравственно, что безнравственно? Это всё мы слышали, знаем, потому что мы занимаемся непосредственно киноуроками, и мы чётко понимаем те качества, которые мы отражаем в кино. Всё очень просто. Дело в том, чтобы создавать созидательное искусство, надо понимать и разбираться в тех качествах, о которых мы сегодня будем разговаривать. А что такое разбираться в качествах? Ну, это прям вот хорошо понимать, да, ребята, чем отличается смелость от отваги? Из каких качеств состоит благородство? Что такое честь в современных условиях? Смелость созидательное качество или отрицательное? Скажите, пожалуйста, смелость созидательное качество или отрицательное? Создательное. А если смелый фашист? Я прям знаю таких. Нет, там нет контекста на самом деле, там есть понятия. Так вот, надо вернуть базовые понятия в жизнь. А чтобы вернуть базовые понятия в жизнь, надо в них просто разбираться. А все просто. Дело в том, что ядром смелости является воля. Потому что невозможно воспитать смелость, если нет воли. Но это нейтральное качество. А оно всегда будет созидательным, если прибавить человека любие. И тогда смелость становится сразу созидательной. Это все чистой воды математика и формулы. И понятия, которых, ну вот, к сожалению, сегодня невозможно найти в интернете. Но они существуют. И очень здорово было бы, чтобы как альтернативное решение наш народ, и не только наш, а вообще народ, люди, которые населяют нашу чудесную планету Земля, хотя бы разбирались в этих понятиях. И тогда не было бы вот этих искажений. Вот не было бы этих перевертышей. Сегодня фильм, который, вот тот вопрос, который Александр поднял, который мы сегодня должны обсудить, это каким образом насытить пространство во всем мире, я даже не говорю в России, во всем мире созидательным искусством и в области кинематографии, и поэзии, и литературы, и живописи, музыки. Это очень серьезный вопрос. Потому что для кого-то, а это кто-то, это немало людей, поверьте, это будет сегодня не совсем актуально. Но эстетический и литический вкус воспитывается. Мы сегодня это точно знаем. И созидательное искусство тоже может быть интересным. Вот тот фильм, который вы сегодня посмотрите, это фильм для восьмых классов в обычных образовательных школах. И качество, которое разбирается в этом фильме, подвижничество. Я добавлю тогда, я вас прошу позвонить. У нас на сегодня создано 57 фильмов и на уроках. Это художественные, как вы виноваты, я сказал, фильмы. 57. На 57 человеческих качеств. И сейчас мы вам покажем его только лишь для того, чтобы снять вопрос, что фильмы на созидательные качества, и вообще искусство на созидательные качества невозможно. Оно возможно. Что это может быть неинтересно. Оно может быть интересно. Что это не будет влиять. Оно точно будет влиять. Более того, термотургии там намного больше, чем фильмы, которые, ну, просто так, просто фильмы о чем-то. Поэтому... Нет, ну, тоже развлекательные... Никто развлекательное искусство не отменяет. Нет, ну, не по телевидению. Да, гедонизм, он как бы существует, он должен быть. Просто то, что вы сейчас будете смотреть, это все-таки не развлекательная история. Это киноурок. И надо к этому относиться как к киноуроку. Ну что, тогда давайте посмотрим сейчас. И потом мы будем от вас ждать вопросов, ответов и обсуждений, как мы будем выстраивать наше будущее в нашей стране. И во всем мире. Спасибо. Коллеги, вот мне предстоит представить вам еще нашего участника, известного блогера, аналитика военного Юрия Ивановича Подолякова. Спасибо. Да, я тоже член этой команды. Очень горжусь этим. Тишина несвойственная. Аплодисменты. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Вам, Елена Ивановна. Не обученная, потому что огромное количество людей, знаете, как в животном сознании. Качество это называется человечность. Вот это качество, человечность, оно как раз включает в себя все. Совершенно все. Но чтобы достичь качества человечности, есть такая вещь, как стремление к совершенству. Вот если человек не будет стремиться к совершенству, то это ничего невозможно. Чтобы что-то достичь, нужно иметь огромное желание плюс воля. Вот стремление к совершенству, чтобы к нему стремиться, надо хотя бы понимать, а зачем. Сейчас мы сняли фильм «Качество любовь». В Санкт-Петербурге снимали сложное качество, действительно сложное. И там один из актеров, один из персонажей говорит, а зачем мне совершенная любовь в несовершенном обществе? И вы знаете, ко мне, вот съемочная бригада, несколько человек подходили и просто говорят, Лена Вазимовна, ну вот правда, ответьте, а зачем? Ну вы, так, зачем стремиться к совершенству, если общество несовершенно? Зачем быть альтруистом, когда вокруг потребители? Это очень важные вопросы, кажется, что легко на них ответить, но для того, чтобы познать себя и понять, а кто я в этом обществе? Чему я посвящаю большинство своих мыслей за день? То есть, по сути, вот человечность, стремление к совершенству, они в результате уже дают вот эти основные ветки качеств. Потому что, понимаете, это как паслы, это эмоциональный интеллект. Вот все говорят, ой, это какая-то западная история про эмоциональный интеллект. А вы посмотрите, что сегодня происходит. У нас сегодня большинство людей не умеют расщеплять эмоции. То есть, попадает эмоция к человеку, а он не знает, что с ней делать, он её вообще не знает. Кто, поднимите руки, умеет отличить вдохновение от воодушевления? Вот две разные эмоции. А вы знаете, что нет вообще синонимов в качествах? И это надо понимать. У нас нет синонимов. Давайте забудем про всё, что написано в интернете. Это действительно всё разные эмоции. Когда мы ощущаем какую-то эмоцию и не знаем, что это такое, как мне с этим жить. И большинство подростков потом забивает это куда-нибудь, я не знаю, потом уходит или в апатию, или в депрессию, или в агрессию, куда угодно. А всего лишь нужно разобраться, что это такое. Я буквально сейчас приехала из Луганска. Мы снимали фильм. И у меня был кастинг в Ростовской области. Ну, у меня был в Луганске, в Краснодоне, во многих городах. И был кастинг в Ростовской области. Я спрашивала у ребят, которые сидели передо мной. Скажи мне своё самое лучшее качество. И скажи мне своё самое худшее качество. А знаете, что мне ответили по поводу самого худшего качества? Они друг друга не слышали. Они по одному приходили. Но это было так человек 20. Я человек 600 послушала. И вот человек 20 сказали, самое худшее качество, это я слишком добрый. На мне все ездят. Я говорю, то есть ты хочешь сказать, что все святые, они обладали плохим качеством. Таким. Слишком добрый. То есть сегодня это, понимаете, насколько всё перевернулось. Поэтому, конечно, стремление к совершенству, которое позволит узнать и понять, к чему же мы стремимся. И вот это большая двигательная сила. Но без воли это невозможно. А есть два серьёзных накопительных качества. Это воля и мужество. Эти качества накапливаются всю жизнь. Ради Бога, извините, я могу об этом говорить сутками, поэтому простите. Ничего, Елена Владимировна, вас пригадно слушать всегда сутками. Сутки. И без ума. Все нормально. Ну, а я можно ещё добавлю от себя. То, что заставляет человека что-то делать, это качество неравнодушия. Равнодушие, оно заставляет душу через свет. То есть человек может к чему-то вообще стремиться, что-то менять, только неравнодушный. А по поводу того, что совершенно любовь, зачем она нужна. А здесь это дуализм борьбы, условно, добра и зла. Можно не противляться злу, и в конечном итоге мир превратится в сплошное зло. Соответственно, хорошее, мощное чувство положительное, хорошая любовь, она нужна для того, чтобы противостоять злу. И в первую очередь она нужна именно когда зла в но. Именно по этой причине я считаю, что это так и должно быть. Спасибо. Коллеги, всё-таки я хотел вас вернуть к обсуждению той темы, с которой мы начинали. Созидательное искусство. Созидательное искусство. Быстрое наполнение этим созидательным искусством пространства информационного. И, так сказать, лифты, такие социальные лифты для людей, творцов, которые создают эти созидательные искусства. Вот, если такие, то я немного говорю, конечно, у людей творческих здесь, которые присутствуют. Но, тем не менее, хочется услышать вот эту тематику и этот вопрос тоже обсудить с вами в этой аудитории. Если у вас вопросы, поясню ещё раз. Может быть, комментарии какие-то. То есть я напоминаю вам, что мы на региональном уровне создаём с вами произведения, а я напомню, создаём произведения искусств, которые отражают человеческие качества. У нас есть таблица из 99-ти, человеческие качества. Мы могли бы с вами, как вот этот фильм, например, мы его тоже создавали на человеческое качество. Подвижничество. Также мы можем создавать произведения искусств и в музыке, и в театре, и в других направлениях искусства, и в живописи, и в скульптуре. Вы знаете, у нас весь летний сад в Петербурге, он посвящён просто человеческим качествам, изображению этих людей в паянии. Вот. Поэтому, вот я вижу, вы очень хотите, что сказать? Скажите, Павлович. Сейчас он будет. Здравствуйте. Здравствуйте. Я безумно рада всех видеть. Огромное вам благодарность, что вы несёте годами своё дело. Напомню, меня зовут Настя Счастья. Анастасия Владимировна, я приехала к вам из Индонезии. И в моё ближайшее время я хочу предложить ваш проект Республики Индонезии. Я знаю, что вы уже вели переговоры с нашим послом. Мы собираемся к нему поехать второй раз. И также встал вопрос острого обсуждения. Как нам инициировать качество в другой стране, где другие обстоятельства, другая история, другой менталитет? Какой, на ваш взгляд, нам использовать инструмент, чтобы очень аккуратно в условиях сегодняшних предложить такой проект в другую страну? Вот какие инструменты нам использовать? Можно я? Вы знаете, я считаю, что каждая культура... Ну, смотри, сейчас в мире что происходит? Идёт борьба двух мнений, двух концепций. То есть мы должны создать некую единую культуру. А я считаю, без культуры. Её ставят наши англосаксонские партнёры, как недавно называли у нас всегда. А есть концепция, что каждая культура, она внесёт в себе что-то хорошее, что-то то, чего нет у других. И вот здесь очень важный момент взаимодополнения. Вот мы общались в нашем кругу по поводу, а как же в других странах? Ведь качества в одних странах ценятся больше одни, а в других – другие. Здесь было бы здорово, чтобы каждая страна для себя сама выписала 99 качеств, которые она считает важными. А потом уберём и соединяем вместе. Я впервые эту схему использовал в 2014 году, когда в Сумах, когда я ещё там был, пытался восстановить те события, которые сейчас приобрели характер войны. И люди, которые с самых крайних, диаметрально разных точек зрения, когда им предложили написать 10 действий, которые они хотели бы сделать, чтобы сделали свой город лучше, Оказалось, что люди с диаметрально противоположными точками зрения 7-8 пунктов имеют схожие. И я предложил, а давайте мы сделаем 7-8 этих пунктов, а по остальным поговорим потом. Вот я считаю, это самый правильный путь. Елена Вадимовна, у вас есть что-то? Да. Да, у нас есть. Дело в том, что... Спасибо, Леонидович. Вот то, что сказал Елена Вадимовна, я их помотирую. На самом деле, это хорошая концепция, потому что, чтобы понять, что мы все люди, вне конфессии, вне политики, вне государств, все хотят быть добрыми, честными, справедливыми, ответственными. Главное понять, что такое истинная ответственность, истинная доброта, истинная честность. Вот, вот когда вот истинная, настоящая. И тогда мы все сойдёмся. Но, совершенно верно, чтобы это понять, надо, чтобы каждый сам прописал своим. Конечно, будет у китайцев на первом пункте гармонии, естественно. Первым пунктом. Но это ничего не значит. У нас она тоже есть в качествах личности. Дело не в этом. Дело в том, что есть такие очень сложные составные качества, куда пока рано лезть тем, кто ещё пока не очень хорошо в них разбирается. Да, там вот очень сложнейшее качество благородства. Оно уже с качеством плюс. Оно состоит из огромного количества важных созидательных человеческих качеств, которые вырабатываются годами. Но есть же те, которые достаточно ясны и очень просты для всех. Я была когда в Индонезии и посмотрела их детский фильм. И настолько поразилась, я когда смотрела, думаю, как будто я сценарий писала. Значит, кто-то там, какой-то чудесный режиссёр, снял этот чудеснейший фильм. И он есть, он так думает, этот человек, он так думает о дружбе, о смеканке, о взаимопомощи, о взаимовыручке. Я думаю, что на какие-то простые вещи мы сойдёмся со всеми. Я знаю очень много прекрасных индийских фильмов на действительно вот качество мечта. Однажды в кино просто потрясающий индийский фильм. Тоже киноурок, можно уже сказать, что киноурок. Вот если набрать вот таких очень здравомыслящих, не буду говорить слово адекватных, здравомыслящих, очень созидательных людей в разных областях искусства, то я думаю, что мы найдём с ними точки соприкосновения. Я понесу, Ида Маденна. Правильно ли я понимаю так, что все человеческие качества на всей планете, они одинаковые, разделяются только в культурном аспекте? Да, только понятия истинные, они для всех... Может ли быть, что честность для кого-то разная честность? Нет, это совершенно одинаковое. Просто у одного честность будет в челме, а у другого честность будет с голым торсом, а разницы не будет. В честности. Понятия одинаковые для всех. Спасибо, был замечательный, правильный вопрос. Со своей стороны добавлю, что действительно в нашей концепции мы предлагаем каждой стране предложить свой вариант этих качеств и представить свои произведения. Надеюсь, что в следующем году, надеюсь, что в следующем году у нас будет БРИКС, культура БРИКС, будет сам БРИКС, и мы там предложим эту концепцию другим странам. Юрий Иванович. Вот, еще. Сейчас. Виктор, если можно, я чуть-чуть в сторону веду, сейчас вернемся к международной повестке. Я все-таки хотел коллегам сказать, а здесь много коллег, почему в павильоне «Газпрома» представлен этот кинопроект. Не просто кинопроект, а в будущем. На самом деле команда в лице Елена Владимировна и Виктора Александровича, Юрия Ивановича сделала несколько фильмов и на уроках для «Газпрома Трансгаз Москва», ну и в целом для «Газпрома», я считаю. За что вам отдельное спасибо, и, пожалуйста, давайте поблагодарим. Аплодисменты. И в Петербурге «Газпрома Трансгаз». Виктория расскажет о специальности. Лен, расскажите, пожалуйста, идею про профориентационные фильмы. А мы спросим коллег, может, они нам что-то сразу подскажут. Мы сейчас хотим все фильмы, которые сняли, и в 57. Мы их в младшую и среднюю школу отдаем, потому что вся старшая школа будет работать также на человеческие качества. Фильмы будут, но они будут профориентационными. То есть для школьников сегодня очень важно, потому что помните, как вы... Ну, вы-то, конечно, не помните, вы молодые. А я как раз тот динозавр, который смотрел, воспитывался на советских фильмах. И поэтому были фильмы «Высота». То есть были фильмы, которые популяризировали чудесные профессии. А почему? Потому что не хватало рабочих. А сегодня нам говорят, агрономов нет. Школьники не идут в агрономы. А раньше помните, агроном это была величайшая профессия, агроном. Строители, сегодня только мы с Виктором Александровичем были в Минстрое, не идут рабочими обычными каменщиками. Я точно знаю, что трубоукладчики у вас, эта профессия просто проседает. Но можно же делать совершенно интересное, яркое кино про качество личности и поднимать профессии прямо вот с колен. Да, абсолютно согласен. И если внимательно посмотрим, может быть кино и профориентированным, и очень высокохудожественными, которые будут любить весь народ. Один из моих любимых фильмов «Весла на заличной улице». Это же тоже фильм о профессии. Соответственно, а в стране сейчас не хватает рабочих профессий. При том, что зарплаты в рабочих профессиях на самом деле лучше среднероссийских. Тем не менее, идут. Потому что непрестижно. И вот искусство и создает престижность. То есть, на самом деле, в 50-е годы, оно не случайно случилось, вот этот взлет. А это тоже работа искусства, в том числе кино. И сейчас нам нужно просто повторить опыт наших предков. И дети сами не пойдут в это, если мы не скажем, что это престижно. Нам же как в 90-е годы рассказывали, престижно быть проститутками и бандитами. Ну, соответственно, народ пошел в проститутки и бандиты. Потом престижно быть менеджерами. Сейчас их называют манайнеры. Да, офисный плантон. Потому что их очень... Не лишь, что плохая профессия. Когда их очень много, они становятся ненужными. То есть, это деструкция для государства. Это дисбаланс. А в государстве должно быть сбалансированное количество профессий. Потому что для планомерного, нормального развития государства, в целом, плановая экономика – это норма. Рыночек, к сожалению, не решает. Как бы там кому-то не нравилось. То есть, должно быть планирование. А это тоже элемент планирования. Здесь без этого никуда. И я очень рад, что наш проект должен будет принимать в этом участие. Я добавлю пояснюю ситуацию. Потому что в проекте на уроке «Школа России» – это плетено вообще. Вот он начинался как кино, но не кино. Он создавался для того, чтобы кинофильмы вызывали эмоцию на то качество, которое мы привезли через образы настоящего кино. Но задача после фильма, а это инструмент для педагога в классе, задача потом на полученную эмоцию – уже раскрыть, осознать то качество, которому посвящено этот фильм. И вот уже энтузиаста, что та энергия, которая выделилась в классе, направить уже на созидательный труд. То есть труд, который дети сами придумывают, закрепляя это качество на деле. И что у нас сегодня получается? Что даже если у нас дети в какой-то степени инверсионные или абвивалентные, то есть отсутствие нормы, противоположность нормы, то через полгода они уже начинают встраиваться в этот проект. И еще несколько месяцев они начинают уже искать бабушек, дедушек, кому как помочь. Готовы делать разные удивительные дела. То есть есть и созидательная инициатива. Но и здесь оказалась проблема. Проблема в том, что когда уже бабушки, дедушки найдены… Закончились. Борис черепховы. Просто в дом всех обучили. И начинается создаться проблема. А что же еще делать? Мы уже ухаживаем за приютом для животных. Мы уже помогаем бабушкам. Мы уже памятники все содержим в порядке. Что делать? И вот уже здесь, на 5-й классах, мы сейчас уже будем встраивать проектную деятельность. Детей. Уже это важный, как бубертатный период, когда именно в этот, с 5-й класс, в эти 2 года, дети должны будут коллективами класс, свой энтузиазм уже направить, не просто в помощь, а уже оформить как проект. И здесь важно, чтобы местные органы, территориальные органы управления, ФАИФ различного уровня, чтобы они поддержали их своим трудом, поддержали, извините меня, лопаты, если нужно, раздали. То есть просмотрели, какие замечательные их социальные практики подходят по их сферу деятельности, и здесь их поощрили теми же символиками проектов, символики качества, которые они делают. Понимаете? А вот уже 9-й, 11-й класс, с 9-го по 10-й, это должны быть профориентационные фигмы, рабочие специальности, а 11-й, 10-й, это уже, конечно, высшее образование. И здесь нам нужны банки данных вот этих вот профессиональных, профориентационных проектов. Банки от каждого, в принципе, у министерства, их 18, которые мы для себя понимаем, которые могли бы пригодиться, у министерства 13-го не берем, вот от них нужны банки данных на специальности, специализацию, чтобы дети, когда сделали, уже профориентационный фильм посмотрели, чтобы они уже, когда его стали, закреплять в социальной практике, они возошли в этот банк и выбрали ту специальность, по которой бы они могли пройти вот некое профориентационное направление и применить потом это, опять же, в созидании своего региона, страны и мира. Вот на этой информации вы можете еще ряд вопросов задать, мы вам с удовольствием ответим. Елена Владимировна, Вы назвали замечательное качество, интегративное, которое является таким высоким, синтетическим качеством, леченствой, это человечность. Сегодня, в день 106-й годовщины Октябрьской революции, которая всколыхнула огромный творческий потенциал, энергию масс, и которая потом только как бы очеловеченный ставшим вот это все построила, подарила нам великую реальность, частью которой мы сегодня являемся. Фильм про человечность. Когда мы будем снимать, что это будет такое здесь, сейчас сможем мы назвать? Ну, я так думаю, что фильм про человечность, наверное, мы им закроем проект. А можно я выдвинул свою версию? Я считаю, фильм о человечности, это все 99 фильмов, это и есть человечность. То есть, это не имеет смысла создавать фильм о человечности. Вообще, проект киноуроки это и есть большая эпопея о человечности. Да, да, согласен с этим полностью и просто к тому, что в нашей таблице как раз это качество единства. Видимо, оно будет как к музеоком, который закрыт. Вообще, нет больше вопросов, да? Никаких? Есть много. Часть, да, давайте. А вот там перед этим ставят. Ну, давайте, мы скажем. Добрый день. Меня зовут Виталий, сотрудник музея в регистрале по транспортам и газам. Вопрос эмоциональный. Недавно прочитал новость о том, что создатель Северной Федерации Руслан Мэдвент предложил создать у нас в стране министерство счастья. Почеркнул. Как вы относитесь к этой идее? И, пользуясь случаем, хотел бы вас пригласить в наш музей. Мы можем там работать, например. Меньше. А что там? Министерство я пока не скажу. А, простите, а что за министерство счастья? Дело в том, что в некоторых странах мира уже есть министерство счастья. А, да, я поняла, да. Как вы относитесь к этой идее? Идея создания данного министерства именно у нас, в России. Вот, Виталия. Давайте, я прям вот скажу, как я отношусь к этому. Я, как человек, который занимается прикладной этикой, ну, помимо того, что я режиссер и сценарист, вы поняли уже, да, что я глубоко копаюсь в понятиях, мы объединяемся с учеными и разбираем эти качества. Перед тем, как каждый фильм снимать, мы очень глубоко копаем, что это за качество, что в основе, что его держит. И у нас есть фильм, который называется «Живой город», и там качество «Счастье». Да? Прям советую всем обязательно посмотреть. Кстати, он в «Таганроге» снимался, а Вальтина Ивановна, она курьирует этот год. Да, кстати, вот какая связь интересная. Он снимался в «Таганроге» от Ростовской области. Качество личности, да, потрясающее. Знаете, о чем там говорится? Там говорится о том, что истинное счастье, а мы говорим только про истинные понятия. Мы сейчас не говорим про радость, может быть, министерство радости или министерство удовольствия. Я не знаю, что за министерство счастья, но я знаю, что такое счастье истинное. Истинное счастье возможно только тогда, когда ты делаешь счастливым другого человека. Когда ты испытаешь то, что именно ты сделал счастливым другого человека. Что благодаря твоей работе, благодаря твоей жизни, благодаря твоему труду на общее благо люди вокруг стали счастливыми. Что определяет счастливое государство? Это государство, где хотят люди жить и рожать детей. Только это государство является счастливым. И только жизнь, труд, работа на общее благо может сделать человека истинно счастливым. Но не путаем радость, удовольствие, веселье. Вы ответьте на вопрос. Поддерживаете или нет? Я просто не знаю. Если министерство счастья об этом... Продолжим. Я терминологию Елены Владимировны перекладываю на научный язык. Раз счастье это делает счастливым у кого-то, а по определению министра это его обязанность делать кого-то счастливым, все министры причем, то получается, что министром счастья должен быть премьер-министра, за который всех этих министров дрючат. Получается так. Хочется мне сказать, очень хочется. Дорогие друзья, хочется правильно. Только самое главное, особенно если эта инициатива пошла из Санкт-Петербурга, где не очень много солнышка, очень хотелось бы, чтобы счастье сначала поселилось там у них, в их глазах, в их исполнительных решениях, в людях, которые ходят в господи, как мы счастливы, что у нас такой премьер-министр. Какие же мы счастливы, что мы живем в этой стране. Вот когда счастье будет исходить из законодательной и исполнительной власти, когда мы все будем счастливы, и наши все министерства автоматически перейдут в статус министерства счастья. Пока этого не наступит, о каком министерстве счастья? Я просто, да. Принесла самаркетеникс по поводу энергии жизни. Энергия жизни превращает невозможное в возможное. Когда каждый чиновник на местах будет ориентироваться на вот это, на то, что энергия жизни из него течет рекой, и всех одаривает своим счастьем, а уже потом будут здоровые дети, прекрасное будущее вечно. Вот тогда мы вернемся к этому вопросу министерства счастья. А мне нравится, как он у нас. Я в принципе пришла классная в голову, продолжаю вашу мысль. Помните, был замечательный советский детский фильм «Москва-косеопея», да? «Отроки вселенной» вторая часть. Там тоже говорят, мы сделаем вас счастливыми, мы сделаем вас счастливыми. Вот мне кажется, если не наполнить счастьем самих министров, то боюсь, что это будет вот такое примерно счастье. Тогда ничего хорошего из этого действительно не будет. Я просто еще буквально два слова скажу. Вот все, что мы делаем, мы делаем на будущее, да? То есть у нас где-то 30-е и 40-е годы – это результаты проекта. Без масштабного мышления здесь невозможно. Так вот, все, о чем мы говорили, невозможно без культурно-нравственного мышления. То есть вот это лежит в основе всего. Если человек не может думать о благе других, если он так реально не думает. Можно что-то пытаться делать, изображать, можно говорить, но мы говорим все-таки о культурно-нравственном мышлении. Очень хотелось бы, чтобы мы все были обладателями такого мышления, тогда, поверьте, во всем мире будет счастье. Если вы говорите за проект, а весь мир, да, его экстраполировать. Смотрим историю человечества, если грубо обозначить, наверное, порядка 6 тысяч лет, может быть, да, как цивилизация существует разуме. И за это время было безумное количество войн, и каждые последующие были суровее и более жестокие, чем предыдущие. Человечество когда-то делает эти выводы, проходит какое-то время времени, и все зацикливается снова. Первая мировая, вторая мировая, и все говорили, что ничего точно такого не будет. Сейчас мы видим Украину, ГАЗ-ЦУ, Вьетнам были и так далее и так далее. А не считаете ли, что с учетом прошедшей истории создание такого вселенского, да, идеального мира, это некое турбурно? Если за столь длительный период времени человечество не смогло. Можно я скажу? Я сейчас и РМВ скажется, и Виктор скажет. Во-первых, я не снимаю кино так, как есть, я снимаю так, как будет, да? То есть мы всегда на шаг в будущее. Фильм Луганский, с которого я сейчас приехала, сняла «Счастливые люди», был написан далеко до СВО, сейчас он актуален. И еще, никогда не было проекта такого, когда предлагали всему миру наполнить все виды культуры, искусства, объединить науку, искусство именно в воспитании человеческих качеств. То есть не было претендентов в мире никогда, и не было такого предложения никогда. Давайте сделаем новое предложение и посмотрим, что будет. Это единственное, на чем мы сегодня можем сойти, и мусульмане, и христиане, и независимо от того, в какой стране человек живет. А я добавлю, как инженер, я думаю, все, ну, многие из вас работники ИТР, возможно, даже школы достаточно, давайте вспомним уроки физики, да? Нам механику изучали, химию, да, идеальные условия. То есть мы разрабатываем, рассматриваем задачу, решаемую при идеальных условиях, для того, чтобы понять, к чему стремиться, как это работает, ну и, соответственно, вынести какие-то навыки. И вот для того, чтобы мы двигались в нужном направлении, мы создаем гораздо более идеализированную картину и показываем идеальную картинку. Это не значит, что мы говорим, завтра оно будет. Мы к этому стремимся, а абсолютного счастья, вернее, абсолютного идиллии не бывает. Потому что, ну, к сожалению, а может и не к сожалению, возможно, в этом есть смысл развития цивилизации, есть противоборства разных стихий, разных мыслей и так далее, и в них рождается что-то более истинное, чем... Ну, давайте, если помните, был мастер и Маргарита, да? То есть, а кому нужно ваше абсолютное добро, если не будет тени, да? Ваш абсолютный свет. В данном случае мы можем понимать, что такое свет, когда есть тень. И точно так же здесь мы идем к идеалу, понимая, что мы его никогда не достигнем, но мы к нему идем. Если мы не будем к этому идти, так мы вообще будем идти в другом направлении. Это я возвращаюсь к тому же вопросу, когда истинная любовь, когда в неидеальном мире, зачем она нужна? Вот именно для этого. Для этого нужна и картинка идеализированная. Спасибо. Еще вопрос можно я дополню? Друзья, я все-таки возглавляю такую странную организацию со странным названием «Росле космического общества». И в свое время, когда мы... Почему странно здесь? Ну, космическое общество, это где-то там. У нас много проблем тут на Земле, газовый, правильный и так далее. Там космос, почему здесь все? Это неактуально. Вот мы, поскольку стоим там на плечах титанов, на плечах русской научной школы, могучей школы русского космизма. И многие ученые, которые положили на это свои жизни, буквально за неклассическое, в том числе толкование основ партизма, ленинизма. И многие-многие фамилии, и это целые миры, там, Вернадский, Циолковский, да, там, и Подолинский, Бех, Бауев, там, огромное число людей. И один из них, это Побис Левович Кузнецов, мой учитель, это Борис Евгеньевич Большаков, это уже вот наши современники. Побис Левович Кузнецов, это... Его называли русский Леонардо, он действительно был очень изумлядный человек, это последний генеральный конструктор Советского Союза. И мы с вами живем в удивительное время к вопросу о том, что есть утопия, а что есть антиутопия. Дело в том, что утопия – это вполне себе объективный исторический процесс. Вот если посмотреть на жизнь как космопланетарные явления, если задуматься о функции человека, о функции, не о смысле жизни, смысл жизни – это категория субъективная, она рождается в голове человека, у него культуры, традиции, а цель жизни, его функция – это абсолютно объективная категория. Говоря языком вот тех, о ком я сейчас говорю, это орган природы, ну а мы можем дополнить духовную орган природы, который создан для управления стихийными силами, который в своих целях природе подчинен, в своих средствах мы господствуем, мы – могучая геологическая сила, у нас огромные интеллектуальные возможности, технические возможности, можем нажать на красную кнопку, как он сомитировал один поп-певец, известный недавно, и весь мир в трубку, и что получится? А лучше, что мы, да, геологические силы, мы уничтожили жизнь. Так вот, мы в свое время, опираясь, я повторюсь, на огромный научный фундамент, а наши ученые занимались обзородовательными системами жизнеобеспечения, Советского Союза, плановой экономики, там, мы же целевыми принципами на организацию управления, серьезнейшие вещи. Но нам не хватало инструмента для того, чтобы научно, а научно – это измеримо, научно подойти к вопросу формирования личности. И когда мы для себя открыли вот это, вовремя, не конкретно этих людей, потому что они тоже функции, как мы все с вами, части единого организма, социального клеточка, у каждого из которых свое предназначение. Когда мы открыли для себя этот всенародный проект, этот всенародный инициатив, когда мы увидели вот этот подвиг ученых, методистов, которые разработали вот эту вот табличку качественных нравственных ценностей, когда мы увидели результаты исследований, которые были проведены, которые безусловно показали результаты, а дальше, когда мы убедились, поговорив с нейрофизиологами, с другими специалистами, которые аппаратно сегодня могут измерять, как то или иное произведение искусства, творчество может влиять на человека. Когда мы вспомнили «Лезвие бритвы» роман Ефремова, в котором он сокрушается, потому что тогда еще не было таких инструментальных способов оценки влияния произведения искусства на параметры личности. Вспомните, почитайте. Так вот сегодня у нас все это с вами, и дело «Замал». «Замала» — это вот то, о чем говорил Юрий, о том, что нельзя быть маловерным и теплохладным. — Равнодушным. — Да, равнодушным. Теплохладным то, что у нас называется на Руси. Сегодня надо просто поверить в то, что этот инструмент работает. Можно критически к этому отнестись, я не призываю быть слепыми верующими. Пускай это будет научная вера, как у Циолковского. А тогда проверьте. Тогда затратите время, изучите этот вопрос, и вы поймете, почему, допустим, Юрий Иванович, который авторитетный, уважаемый человек, но говорит, что главное дело в моей жизни, которое сегодня способно реально победить войну в будущем, идеальный подход. А кто более серьезным человеком является? Тот, кто старается проектировать будущее и вносит свою жизнь на алтарь этой борьбы? Или тот, кто адаптируется под то, анализирует происходящее? Он, с одной стороны, допустим, анализирует процессы, происходящие на театре войны 10, а с другой стороны, он проектирует будущее и стремится вот таким образом действовать. Это к вопросу о том, что утопия веры, нет, это абсолютно проектное целевое мышление, это абсолютно конструктивный подход к организации будущего, проектированию будущего, ну и, соответственно, к формированию конкретного человека, творца, созидательного, с библиотекой конкретных благородных качеств и нравственных ценностей. Это фактически и есть путь к формированию вот этой новой глобальной идентичности землянами. Мы пока с вами так себе человечеством, если честно, потому что мы сегодня не только разговариваем на разных языках, измеряем друг другу длину носа, черепа, форму и так далее, мы даже на базовых качествах того, чем мы являемся, и о своем предназначении, конечно, не можем говорить на одном языке. Вот этот инструмент, я не хочу даже проектировать, это инструмент, система, которая позволяет нам преодолеть вот эту трагедию разделенности. А почему сегодня мы можем это сделать? Я отвечу на этот вопрос. Потому что все программы, начиная с дальних, там, мальтузианских, римского клуба, с Estelle World Development и так далее, которые принимались на уровне дарового сообщества, они все хорошие программы, нормальные программы про управление. Но было одно генеральное обстоятельство. Не было технологий и возможности снять пределы роста, беспредельности, развития. Потому что мы живем на планете, она имеет пространственное временное ограничение, но жизнь геологически вечная. И она появилась на этой планете, куда кажутся, ну и, пускай, синтезируем, живое из неживого. Вот до тех пор, я закончу. Это очень важно понимать тому, что эта система позволяет решить задачу. Так вот, планета открытая система. Вот мы сейчас в кулак стояли и говорили, у нас с вами целая Вселенная. Да, мы не прилетим туда до тех пор, пока мы решим проблемы здесь, но мы их не решим, если мы найдем универсальный метод их решения. А эта система, вот, голову планирует. Спасибо, вот, прекрасные ученые в нашей стране. Ими можно гарантироваться, чтобы мы все-таки пометили на дубе галактики. Спасибо, коллеги. Вы, наверное, будете сейчас закругляться. Буквально, вот, пару слов заключительных. Есть какой-то вопрос, может быть, прям попал? Уже нет, на время вопросов нет, и на войне у вас. Есть вопрос? Артём Шабанов, специалист по плазменной технологии в новой физикоплазме. У меня там много вопросов, мне же все заканчиваем. Скажите, пожалуйста, вот есть такое состояние у человека, когда он готов совершить подвиг и совершает его. Ну, в разных аспектах, жизнедеятельности. Можно ли детям привить эти качества как способность или воспитывать эту способность? Какой период времени? Наряжание плазмы, среднее. Да, это наука, которой мы занимаемся. Можно. Каким образом? Вот у меня есть дочка растёт. Занимайтесь каталогом. Я вам прям отдельно расскажу. Мы просто сейчас очень быстро. Да, всё, можно привить. Можно я скажу своё слово? Я так с ребятами на фронте общаюсь много, да, и уже такая давно созрела мысль, и она всеми подтверждается, что подвиг – это чья-то недоработка. Я вообще считаю, что не нужно стремиться воспитывать в ребёнке, чтобы он всё время искал подвиг. Он должен найти себя и хорошо делать своё дело. И когда все будут хорошо делать своё дело, поверьте, подвиги совершать будет не нужно. Везде, когда человек сжёг диссертантов, блин, а какого хрена один остался против диссертантов? Это значит, залёт командира и так далее. То есть это везде. На самом деле, везде, в любой сфере, подвиг – это чья-то недоработка, это чья-то халатность, это чьё-то перебрежение своими обязанностями. Я вот считаю, что нужно… А система кинорога как раз позволяет создать цельную личность, чтобы не нужно было делать подвиги. – Нет, Мария Иванович, что я заставаю? Мир без подвигов – это какое-то, мне кажется… – Ну, к сожалению, опять же… – Всё о подвигах, я же речу, у нас о подвигах. – Это, к сожалению, опять же, идеальная система, которой никогда не будет. – Всё, коллеги, спасибо вам огромное. Было очень приятно, что всем вам встретился. Всего доброго и послушаю. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо.